запомните вот так делать с этим смартфоном нельзя это ip67 он скорее всего не погибнет если погибнет об этом вы узнаете в ролике но ip68 подразумевают вот такие вот дела и 67 таких дел не подразумевает но samsung живет живет и в идеале ролик получится ходил с ним долго smart понравился или нет узнаете в ролике разумеется вход пишется на сам аппарат 4к 30 fps родные микрофоны отрабатывают amoled 120 герц основная плюшка разумеется это классная фронтал как 4к 30 fps неплохая основная камера хорошие микрофоны хороший звук у динамиков и еще много чего хорошего как чем вы узнаете в ролике смотрим сегодня вопреки всему несмотря ни на что я купил а 53 при том разумеется покупил его не в россии потому что в россию новинки они не завозят это раз едва спойлер мне он обошелся по моему в 1017 16 вот так все равно если я делаю этот обзор сразу спойлер что я при любом раскладе его активирует обычно samsung идут тайваньские здесь у нас откуда наклейка я вам не скажу а если вам кому-то важно будет модель sma5360 но вы об этом тоже узнаете в ролике если брать ценники сразу samsung по мне это overprice то есть за 17000 за 16 можно купить real me q5 pro защитной пленки нет файл нет в комплекте никакого блока зарядки блок зарядки у меня есть самсунговский быстрый нет у нас разумеется помимо блока зарядки никакого чехла есть зато максимально ультра маленькая скрепка экономная и кабель ей с тайп си на тайп си документация при том мне очень интересно на каком она языке почему потому что принципе не важно цвет блеск красота русский язык на борту нажимаю да нажимаю начать и он разумеется как у всех я думаю вы уже видели тучу обзоров по поводу того что он начинает активацию не думаю что будут у него какие-то с ним с этой активации проблемы я в тем более буду его подключать по вайфаю в топку веники не хочу суда симку сейчас запихивать 189 граммов в руке лежит вот так эти вот наклейки фронталка по центру миниджека нет разумеется инфракрасного порта нет это вам общая информация можно запихивать симку и карту памяти то есть лоток у нас гибридный и разумеется прорезиненный плюс в карму не знаю что на них ругаются здесь дырочка для извлечения лотка sim-карт находится с другой стороны от микрофона и идет подготовка смарта думаю все будет хорошо даже уверен в этом иначе бы он нам уже выкатил до свидания розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны разумеется постоянно это 5 бендов 6 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео помимо этого до 30 октября мы разыграем с вами ван пласт nord n20 с е и это неплохо подписывайтесь с колоколом читайте описание перейдем же к смартфону полетели поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки это белый черный голубой дизайн практически такой же как в модели а 52 вообще внешне он не поменялся внешне он мне нравится тыльная часть как рамка выполнена из пластика несмотря на это смартфон довольно увесистый материалы марки но из рук смартфон не выскальзывает лежит а 53 в руке как с чехлом так и без него удобно пользоваться одной рукой можно но не так удобно как примеру самсунгом с 21 или с 22 качество сборки хорошая на корпусе расположены кнопка питания качели регулировки громкости разъем избитой пси версии 20 что плохо но неудивительно два микрофона динамики основной разговорное звучание здесь стерео так как разговорный выступает в роли основного с двух в то же время меня порадовал нет ощущения что это псевдо стерео так как он действительно хороший вдобавок смартфон поддерживает dolby atmos и имеет dolby atmos для игр 4 основных сценарий использования 5 преднастройок аквалайзера и один кастомный за что спасибо также есть функция adaptive sound которая многим может быть полезно далее есть прорезиненный гибридный слот на 2 sim карты или sim карту и карту памяти до 1 терабайта миниджек и к порт отсутствуют и летим дальше смартфон оснащен дисплеем супер амолед на шесть с половиной дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей глубиной цветов в 16 миллионов hdr 10 на борту соотношение сторон 29 экран не имеет закругленные края и покрыт он стеклом корнин горилла глаз 5 версии плотность пикселей 407 ppi что очень даже хорошо яркость 800 нет при прямом попадании света на экран яркости достаточно солнечный день пользоваться смартфоном можно спокойно частота обновления экрана 120 герц на выбор также стандартный 60 герц точно 240 герц и тест на дискретизацию касаний вы можете наблюдать на экране результат меня не удивил я бы сказал что тут 240 герц разумеется нет максимум 180 10 димминга в наличии нет шим на 100 процентов яркости 47 процентов на 50 43 на минимальные 123 на 0 11 показатели для самсунга стандартные конечно же это не есть хорошо так как глаза будут у тех кто чувствительным к шиму уставать авто яркость работает хорошо быстро адаптируется под смену освещения под разными углами тон картинки бросает холодный оттенок полноценный all-ways on дисплей в наличии далее мультитач конечно же есть и берет все 10 пальцев разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экраны и распознавание лица сканер отпечатков пальцев работает стабильно хорошо но хотелось бы быстрее распознавание лица срабатывает даже под углом внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно а биометрические данные регистрируются только одного лица подбородок внизу экрана есть но он средних размеров и практически незаметен в целом экран хороший главный минус это шим цветопередача приятные насыщенная картинка четко и контрастные в настройках разумеется есть различные стандартные функции для персонализации экрана под свои предпочтения летим дальше процессор 2022 года exynos 1280 с техпроцессом 5 нанометров с 8 ядрами максимальная частота которого две целые четыре десятых гигагерца графический процессор молит g68 интерфейс ван юа и версии 41 и android 12 версии разумеется все будет обновляться но на данный момент так оперативная память lpddr4x и доступна на выбор 6 или 8 гигабайт в настройках также можно добавить виртуальные азу до 8 гигабайт абсолютно бесполезная функция практически везде очень часто даже вредная внутренняя памятью fs 2.2 и на выбор 128 или 256 гигабайт имеется поддержка вай фай пятой версии поддержка 5g сетей что нас пока не особо всех волнует для 4g есть бэнды 7 и 20 связь ловит отлично звучание во время разговора хорошие микрофон отрабатывают также хорошо датчик приближения меня не подводил запись разговоров стойки разумеется отсутствует вибромоторчик хороший вдобавок настраиваемый bluetooth версии 5.1 уже есть 5 и 3 но тоже неплохо в том же бюджетнике one plus north n20 с его обзор на который был вчера bluetooth последний значит не так и дорого это и на все поддерживается можно установить samsung pay и попробовать завести мировую карту или пользоваться мир п.м. из навигации на борту gps глонасс бей долго ли ок юзет сс и емкость аккумулятора здесь 5000 миллиампер часов в писи марки выдала 8 часов 18 минут и осталось 20 процентов тест я проводил при 120 герцах на максимальной яркости заряжается он с нуля до 17 процентов за 10 минут 0 до 46 за 30 полный цикл зарядки от 0 до сотки занял 1 час 30 минут к слову самсунга с 22 ультра также и заряжал я до родной самсунговской 45-ваттной быстрой зарядкой оля быстрой беспроводной зарядки здесь разумеется нет в diablo immortal на средних настройках графики одновременном стриминги на твиче смартфон показал себя не лучшим образом через 16 минут смартфон перестал транслировать игру и ушло 4 процента заряда к слову на твиче я начал уже стримить через карту захвата по этой причине потому что айфон и вообще отказываются это все дело проходить играть некомфортно так как постоянно появляются фризы и лаги и в целом по моим подсчетам вы сможете играть в тот же diablo часов 6 учитывая как быстро он ест в легкие игры такие как стендов 2 или по богу мобайл играть можно без проблем принципе как и в diablo просто не стримить одновременно троттлинг тест проходит неплохо 169 гипсов минимально максимально 221 и в среднем 203 гипса на 100 потоках при 30 минутах в geekbench и в сингл кори 724 в мультикоре 1737 3d марк показал вайл-айф 2306 вайл-айф экстрим 642 вайл-айф стресс-тест 2304 вайл-айф экстрим стресс-тест 641 слинкшот экстрим и слинкшот смартфон не может пройти в antutu выдал результат в 383 тысячи попугаев сторож тест показал 27000 результаты тестово искусственного интеллекта не особо обрадовали с одной стороны с другой стороны 461 тысячи это тоже неплохо основной блок камер с тыльной части состоит из четырех модулей одной лет вспышки основной сенсор на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией ультраширокий на 12 макро на 5 и датчик глубины также на 5 мегапикселей запись видео доступно в максимальном разрешении 4к 30 fps оптическая стабилизация работает в 4к 30 fps adobe стабилизация работает только в 1080p 30 fps фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится верхней части экрана по центру максимальное разрешение для съемки видео 4к 30 fps что круто в стоке имеется много различных интересных режимов для видеосъемки и фотосъемки что хорошо качество видеосъемки хорошее фото разумеется получаются достойными но стабилизация меня не особо порадовала короткие примеры вы сейчас увидите 4к 30 fps фронталка 53 это конечно круто когда в таком смарте есть 4к на фронталке при том такие неплохие прям совсем 4к 30 fps основная камера samsung a53 максимум x x10 рядом старт графон и и сразу переход на ультра шире ультра hd 30 fps ультра ширик и съемка прям шикарно по мне samsung и в этом смысле прям совсем молодцы на основную камеру и на x2 все кнопочками немного голубей ну так здесь нет x2 ей все довольно быстро как говорили пример в кафе фронталка но сам снимаю чем лучше чем не 12 с ультра сяоми вообще-то сюда когда сяомишный флаг не может снимать фронталка 4к а здесь это возможность ну что же 4к 30 fps фронталка у samsung a53 и это чуть ли не единственный самый главный его плюс помимо влагозащиты но за ролик это несколько раз вам сообщу потому что в довольно относительно бюджетные смартфоны опять же не каждый производитель добавляет такую фронталку это только прерогатива получается самсунга и прерогатива iphone нет это не идеальная съемка вы видите все сейчас недостатки вы видите что 33 4к 30 fps не супер волшебно работает стабилизация он ловит зайчиков еще много разных минусов но это с одной стороны а с другой стороны лучшего лучшего вы в принципе в сегменте фронталок ну не найдете не в ночную съемку не вечернюю альтернатив принципе просто нет и ну единственно до зайчики меня прям совсем напрягают у топовых самсов я этого не помню напоминаю что с 22 с 22 ультра разумеется обзоры были на канале и скорее всего когда вы смотрите этот ролик я уже провел стрим с топом 10 смартфонов для съемки роликов и топ-10 смартфонов для обзоров ультраширик ночь 4к 30 fps и как-то все умылит мы лет но ночью нет смысла его мучить нету вообще никакого как мультик если честно выглядит приходить на основную камеру и на x2 и это прям круто круто смартфон это могут скорее даже основная часть этого не может вот эта запись уже в 1080p 60 fps ночь и хочу отметить что ночные фото здесь классные по мне опять же все зависит от прямых рук у меня они не особо прямые но можете примеры посмотреть от 1 и 2 вы видите что стаб на 1080p 60 fps здесь работает лучше в местах с боль менее приличной освещенностью смартфон справляется лучше rolling шатра в отличие от некоторых моделей от сяоми здесь нет они этим грешат и в целом ночная плохая съемка но хорошая относительно конкурентов опять же практически всего биби киевского бренда почти сейчас проверим автофокус и каши 30 fps и проверка автофокуса вот я уже стоял здесь и не понимал то ли камера долго работает из-за процессора то ли нет вот получается у него все в целом ночью справляется но думает долго думает надо объектом который вблизи долго на объектом который вдали довольно быстро разумеется без каких-то там автофокусов правильно и вот так паузу можно делать можно разумеется фотографировать немного видео с основной камеры в 4к 30 fps к сожалению здесь нет либо в моей прошивке ваши уже будет двухоконного режима которому я так привык у сяомитов и у биби кей но есть ночной режим для фотосъемки в принципе для основной камеры я не скажу что у нас оба дико отличается а как свет воспринимает основной сенсор вы видите плохо вот это вот штуковина она видна у большинства смартов среднего ценовой категории почти сразу ну вот так век ночью будет мылить чем и ламу основа с двух рук ничего ничего плохого я бы сказал не будем ее переоценивать самсунге это больше для меня лично про супер топовые фронталки даже в эконом-классе основная нет неплохо вот с диодами если вы обратите внимание справляется на таком расстоянии сегодня домой рано пол 2 зато хорошо можно оценить вот эти вот все переходы без людей почти 1080p 60fps редко какому смартфону так везет сейчас ночь но по какой-то неясной мне причине здесь отключены лампа освещения вот так фонари не работают и вот так совсем в ночи практически здесь есть равно свет но вдалеке вы сможете себя снимать толка от этой съемки 0 по мне но вот даже даже у топовых фронталок такая вот печаль поэтому кто бы вам что ни говорил свет решает всегда и днем и ночью чтобы картинка была цвет блеск красота 3к 30 fps и вы можете в любой пешеходный переход я думаю практически ленинградской области либо петербурга зайти и оценить насколько правильно сейчас свет передает фронталка но напоминаю что вот то что я допустим вижу сейчас на экране вполне возможно будет другим после того как я выгружу на компьютер очень часто я ругаю смартфоны что они не показывают желтый теплый свет а он как раз нужна температура когда скидываешь файлы то есть то что я сейчас вижу при съемке это чуть другая история нужно смотреть на компьютере так что оценивайте сами разумеется немного мерцания основной камеры 4к 30 fps вот так с двух рук наш любимый переход который всегда можно оценить в роликах снял защитное стекло думал что проблему в защитном стекле и поэтому так все бьет по фронталке но нет минусы нет и к порта нет миниджека также интерфейс подлагивает постоянно нет зарядного блока в комплекте нет защитной пленки нет of am radio как в прошлой версии нет официальных продаж нет 10 диминга и шим здесь лютый скромная зарядка до 25 ватт то есть самсунг в этом смысле издевается вам приходится минимум 10 процентов от стоимости смартфона плюсовать сразу на покупку зарядки чехла и защитные пленки цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео официально в россии они не завозятся но я думаю что вы найдете где купить либо рядом с домом супер дорого либо посмотрите где предлагаю я не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок там полезная информация и эксклюзивный контент к слову на отвечая этот смарт гонял еще раз посмотрите и резюмировать я бы хотел довольно просто видите надпись мы открылись так вот в моем понимании а 53 это мы закрылись по 52 было fm радио здесь этого дела нет разумеется вход и выход пишется напоминаю что на этот аппарат но сказать что съемка супер фантасмагорично 23 тысячи рублей по большому счету за эти деньги можно купить аппарат из четырьмя к 60fps съемкой основной камеры а фронталка это такое себе разворачиваешь себе телефон покупаешь чехол зеркальцем и снимаешь основной камеры как с фронталки понятно что здесь нет очень много плюшек которых есть у риме допустим это двухоконный режим телефон нереально фризит недостатков у него тьма я их продиктовал вам он очень мало выбивает баллов в antutu в него не кайфово играть если вы берете realme gtnao 3 китайской версии играете в него вы думаете что это флагман после этого 53 его официально не завозят в россию в россии космос на него просто ценник какой-то абсолютный сюр и даже если бы вы покупали его опять же как и на алиса 23 24 тысячи рублей здесь нет ничего чтобы вынудила вас его купить ну кроме надписи самсунг поэтому я это дело не советую советую вам вместо него realme gtnao 3 можно быть даже голобалки подписывайтесь на канал всем кто оставит комментарии огромное вам спасибо у самсунга топовые с 22 с 22 ультра адекватные ценники сейчас не как когда-то я брал 22 ультра за 155 тысяч все сейчас можно приобрести за адекватный ценник средники низкий сегмент у них стоит слишком дорого они не улучшают их в них нет ничего чтобы позволило мне сказать вам бегите и покупайте потому что когда аппарат за такие деньги фризит это уже какой-то перебор я бы сказал даже сюр черт с ним со съемкой не забудьте оставить любой комментарий это помогает проекту огромное вам спасибо за просмотр повторяюсь от меня девайсу однозначно нет добра и удачи вам дорогие друзья хотя мой сын будет ходить с этим телефоном пусть мучается смотрим